Электросила это очень крутая составляющая семейного бюджета, да и вообще любого бюджета, связанного с электричеством. Потому что благодаря электричеству мы живем, благодаря электричеству все двигается. В скором времени, благодаря электричеству, мы будем ездить на электрических машинах. И когда нам говорят, что с электричеством у нас проблемы, вспомним Владимира Ильича Ленина, который говорил, го эрло. Так и случилось. Если честно, то по образу и подобию, я бы сказал, на первом месте надо ставить Россию как объект источающий и организующий электричество. Потому что все рано или поздно закончится. И газ, и нефть. А электричество, благодаря атомной энергетике, оно будет работать всегда. И поэтому давайте все-таки про Россию будем немножко о другой возможности общаться, когда мы будем говорить что-то о России. Россия это лучшая энергетическая держава. А благодаря электросиле, эта энергетическая держава дает вам возможность получать удовольствие от жизни. За весьма интересные и в принципе абсолютно недорогие деньги. А вот в чем мои проблемы. В нашей жизни мы раскрутили многих. Но после раскруток, и они, конечно, не из дешевых про нас забывают. И через некоторое время наступает опанька. Хотя зачем? Работайте и показывайте себя, как Пепси, Кока-Кола, Макдональдс. Для Российской Федерации. Те же Дромы, тот же Авито. Это топ. Но без ТВ они падают вниз и надолго. Вот, к примеру, электросила. Отличное и весьма лучшее качество по вполне приемлемой цене. Что в этом сложного то? Есть, правда, сложность. Эту сложность решаю я. Почему? Потому что все в одни руки. А качество? Так вот с качеством проблем и нет. Это не контора, это один человек. Дальше доезжайте. А умные, смотрите, как говорят, более сотни человек. Сотни. А, отличный результат. Вот только здесь их несколько тысяч. Вот вам качество. Небольшой вопрос. Почему, собственно говоря, мы приходим в электросилу? Ну, потому что здесь предлагают выбор большой, во-первых. И у меня скидочная система здесь. То есть вам нравится? Да, мне нравится. Я постоянно падусь в первую. И как бы с ценами нормально все? С ценами, да, адекватные цены. Просто мне говорят, что где-то цены подешевле. Я говорю, так там, наверное, народа слишком много. А здесь-то все четко они работают. Не знаю, я уже в течение там 10 лет здесь завариваюсь. Вот вы частый гость, да, здесь находитесь? Здравствуйте. Ну, сюда приезжают за электрикой. А ценники какие у вас, хорошие? Всегда сюда приезжают. Всегда, да? То есть можно говорить, что крутые специалисты знают цену? У нас в городе я езжу именно в это место, потому что здесь и все есть. И, ну, как сказать, и цена всегда хорошая. Скажите, пожалуйста, вы зашли сюда. Вот у вас есть какие-то проблемы, да? И проблемы решаются здесь? Конечно, решаются. Как лучше. А как вам здесь специалисты? Как расклад цен? Все классно, все хорошо. Можно говорить, что приходите? Конечно. Мне сейчас прям подсказали, что я буду делать. Я веду репортаж от самого святого места на планете. Ну, будем говорить, что в Магнитогорске это самое святое место на планете. Почему? Потому что дешевле цен на электричество, в смысле электросоставляющие. Все, что есть, все, что есть. То есть дешевле, чем в электросиле, в Урало-Сибирском регионе вы не найдете. Ну, может быть, где-то что-то есть, но не так, чтобы все вместе в такой цене. Это бред сивыка был. И почему я сюда так же прихожу? Конечно, я делаю все это дело для того, чтобы вы сюда пришли. И вы и мы соберем качественный результат. Вы покупаете много, человекам все это дело нравится. И поэтому человеке вам продают все это дело за недорого. То есть в общем количестве финансовой составляющей мы говорим про замечательный Китай. Чем больше вы приходите, тем вкуснее и вам, и нам. Клево же, клево же, да? Но только не все у нас так умеют в действительности. Почему мы говорим про место святое? Потому что у меня много-много-много-много-много светильников. Я это сделал в свое время. Но сегодня и сейчас я все это дело перевяжу на светодиодную составляющую. То есть по сути событий, мои количества светильников, которые я предрасположил, сегодня и сейчас они вообще съедают до 0,1 по сути событий. Потому что это светодиод. Потому что я тоже держу руку на пульсе. На пульсе нашего электричества. Чем меньше мы платим, тем дольше живем. И вкуснее, естественно. Скажите, пожалуйста, вот вы пришли сюда, в электросилу, вы увидели и вам понравилось, да? Я живу здесь рядышком, поэтому бываю здесь часто. А почему вы приходите в электросилу? Я дачу строю, а даже жены. Что-то такое просто. И просто получается здесь спокойненько беречься? Да, я живу рядышком, электросила рядышком. Никаких задних мыслей. Вы реботник? Я электриком работаю в домоправлении. Ты электриком работаю? Да, да, да. А почему в домоправлении все покупаете в электросиле? Ну, я не... Я в частном порядке. В частном порядке, да? Ну, конечно. Но когда вы получаете товар в электросиле, чем вам нравится само подразделение электросилы? Как тут хорошо? Цена и качество. Цена и качество. Да, конечно, и всегда в наличии все есть практически. То есть любой материал зашел в зал, купил и все. Ну, не надо заказывать в этом смысле. Иногда такое случается, что я говорю, и это делается. Когда я сюда приехал, мне сказали, Лешенька, ты приехал в 7 часов вечера, и клиентов не будет. Я говорю, а давайте все-таки переговорим о смысле нашего бытия, естественно. Так вот, смысл моего личного бытия в том, что когда я прихожу, всегда клиенты приходят. Я пришел, мне снимали трех человек, но два там отказались, даже больше, естественно. Это уже называется о том, почему я себе, почему я очень себе нравлюсь. Я себе очень сильно нравлюсь, да. И, конечно, мне бы очень сильно хотелось, что рано или поздно кто-нибудь сказал бы, Алексей, ты нам очень сильно приятен. Мы бы тебя взяли только потому, чтобы ты общался с народом, а народ бы к тебе тянулся. И смысл был бы не сильно большой, в принципе, 10% от суммы событий. Это я шучу, естественно, я шучу. Я просто хочу показывать вам ту ситуацию, что люди сюда приходят, и тогда, когда они уже никуда не приходят, даже к 7 часам вечера. Потому что, в принципе, электричество на сегодняшний день не нужно, оказывается, нужно.